Точек с контрафактными винами стало значительно меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили полицейские. Все дело в ужесточении наказания. Теперь это уголовная статья. Размер штрафов от 30 тысяч рублей. Тем не менее, с января по конец июня мобильные группы управления торговли выявили 32 факта незаконного оборота спиртного. Изъято около 7 тонн продукции. Спасибо за оперативность, потому что быстро с нами работаете. Только за густ первый, сразу ваши сотрудники приезжают. Я хочу сказать спасибо и продолжим эту работу. Так же быстро и оперативно. То есть сезон только начался, скажем так, месяц. Я понимаю, что у нас большие объемы выявлены, много чего установлено. Есть о чем сказать и в крае. И я думаю, что мы, как всегда, опять Анапа на первом месте. Были нашим показателем и результатом. Это заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На особом контроле поставки в санатории и детские лагеря. Все товары должны быть сертифицированы. Проще говоря, их свойства должны быть изучены в лабораторных условиях. Это касается и магазинов. В одном из них, достаточно крупном, Роспотребнадзор выявил ряд серьезных нарушений. Было данное с Федеральной службой предписания. Во втором квартале мы проконтролировали выполнение этого предписания. И вновь выявили товар. В меньшем количестве, но тем не менее, товар, который не подтверждал, отсутствовали документы о его безопасности. Представитель компании сообщил комиссии, что замечания устранены. Остались, как он их назвал, мелочи. Завтра с телевизором туда все группы в состав, ОБЭП, состав налоговая, наши все структурные подразделения, все туда, чтобы зашли до вечера. И все мне до вечера доложили информацию, что там творится на сегодняшний день. У меня в этом объекте масса вопросов. На контроль прошу и полицию, Дмитрий Александрович, тоже доложите руководству, чтобы на контроль этот вопрос решали. Небезопасной оказалась и стеклоомывающая жидкость, которую продавали в одном из автомобильных магазинов. В ней было больше трети метилового спирта, опасного яда. Товар бытовой химии не должен причинять предам, но вывели до значительного превышения по содержанию. Вопросы очень серьезные. Когда мы подали в сенте материалы федеральную службу, было установлено, что этот производитель ООО «Акварт Москва-Переулок-Марановский-Дон-19-Офис-7» вообще отсутствует. Информация поступила не только из Анапы, но и из других регионов Российской Федерации. Также в зоне особого внимания торговля сувенирами с символикой FIFA без лицензии. Уже изъято более 70 футболок, бейсболок, кружек на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. Полицейские отмечают, что большинство нарушений приходится на сезонные точки. По словам Эдуарда Балмшева, учитывая большой объем работы, нужно налаживать прямые контакты между ведомствами, а также чаще проводить такие встречи. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.